С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Громкое событие в отечественном мире балетного искусства. Мероприятие посетила съемочная группа программы «Новости культуры». Балет «Щелкунчик» давно стал неотъемлемой частью новогодних праздников. В это время года постановка идет на подмостках многих мировых театров. Не стал исключением и Венгерский государственный оперный театр. Перед рождественскими праздниками здесь прошла череда спектаклей, главную партию в которых исполнила казахстанская прима с мировым именем – Алия Танекпаева. Ей отлично удалось воссоздать на сцене образ Мари. Я очень рад, что в нашем театре танцует такая прекрасная балерина, как Алия Танекпаева. Она была признана лучшей балериной года и абсолютно оправдывает это звание. Она блестяще справляется как с классическими постановками, так и с модерном. Она может танцевать все, и я думаю, она отличный пример для начинающих балерин, которые, смотря на Алию, должны стремиться достигнуть ее уровня профессионализма. В каждом балете она абсолютно фантастична. «Щелкунчик» – один из самых знаковых спектаклей в карьере балерины. На сегодняшний день она станцевала в постановке более 60 раз. Впервые этот сказочный балет был исполнен Алией на сцене Московского театра «Новая опера» в далеком 2002 году. В период работы артистки на подмозгах Венской оперы она приняла участие в редакциях двух разных «Щелкунчиков». И одно из представлений посетил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И так зашел, зашел на спектакль «Клета Декпаева». Это был «Щелкунчик» опять-таки, только в постановке Рената Занела. Мне кажется, «Щелкунчик» теперь становится уже каким-то значимым в моей жизни. Это был совсем другой спектакль, нежели это был не «Вайноновский». Совершенно другое художественное решение. Это было волнительно для меня, это выступление. На сцене венгерской государственной оперы «Щелкунчик» был поставлен в 1950 году. За работу над спектаклем взялся легендарный русский балетмейстер Василий Иванович Вайнонин. В этой редакции балет идёт до сих пор. «Щелкунчиком» Алии Танекпаевой выступил Дмитрий Тимофеев. Несмотря на то, что танцуют они не так давно, артисты уверяют, что Алия – замечательная партнёрша. Они очень быстро нашли общий язык. К тому же балерина во многом помогает Дмитрию. Она может себя на сцене как-то проявить не только в танцах, потому что есть миллион балерин, у которых идеальные ноги, идеальная техника, а именно изнутри. Я даже когда сам со стороны смотрю её спектакли, я очень всегда переживаю. Я была покорена Алией буквально с первой секунды, как встретила её. Её душа, уровень подготовки, манера танца – всё это, конечно же, подкупает. Она настоящий профессионал своего дела. Возьмём, к примеру, балет «Онегин», над которым мы работали в течение двух месяцев. Она приходила каждый день и оттачивала всё до мелочей, каждое движение. Или вспомним балет «Дон Кихот», где я была балетмейстером. Несмотря на то, что у неё лирический образ, она прекрасно справилась с поставленной задачей. Венгерский государственный оперный театр – один из самых знаменитых в Европе. Он находится в Будапеште и имеет богатую историю, которая берёт своё начало в 1884 году. Зрительный зал вмещает в себя 1261 место. Он имеет форму подковой и занимает третье место в Европе по акустике. В этом отношении его опережают только Ласкало и Парижский оперный театр. В своё время здесь творили многие исторические личности, среди которых Джакомо Пучини, Отто Клем Перер, Белла Барток и многие другие. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok